Для начала, давайте посмотрим на гравюру итальянского археолога, архитектора, художника и исследователя римских ценностей, которая называется «Вид» на виллу Тиволи, вилла де Исте, создана она в 1778 году. На ней мы видим одну из самых знаменитых итальянских вилл XVI века, которая изображена в плачевном состоянии. Фонтан без воды, кругом раскиданы какие-то камни или обломки окружающих строений. Стены и бордюры повреждены, парк опустошен. В долине аллея мы видим людей. Создается впечатление, что они наводят порядок, убирают территорию. Что послужило причиной произошедшего? На этот вопрос постараюсь ответить позже, а пока вернемся к самому мастеру гравюра. Данное изображение создано Джованни Батиста Пиранези, 1720-1778, единственного в своем роде художника, составившего полную картину античных памятников, обнаруженных в его время. Он родился в семье Каменотеса. Что для нас является важной деталью. Получил отличное языковое образование, постигал основы архитектуры в Венеции. А в 1740 году переезжает в Рим и начинает работать чертежником у венецианского посла при папе римском Бенедикте XIV, продолжает обучаться, гравюре и перспективе. А вскоре открывает собственную мастерскую. До самой смерти живет в Риме, посвятив себя памятником. Основной его работой стало многотомное издание афортов, под общим названием «Римские древности». В предисловии к данному сборнику, Пиранезе, говорит о том, что ему было невыносимо наблюдать за тем, как множество останков античных сооружений Рима и памятников древности. Что были разбросаны повсеместно на обрабатываемых землях, исчезали из-за ущерба, наносимого временем и владельцами земель, как их растаскивали для строительства новых зданий. Именно поэтому он решил сохранить эту память посредством гравюр. Это указывает на то, что мастер в данных работах пытался детально изобразить городские пейзажи. Давайте посмотрим на них. А теперь вернемся к нашей вилле Деесте. Вот что о ней говорится в официальных источниках. Назначенный папой Юлием, третьим губернатором Тиволи в 1550 году, кардинал Ипполита Айей Деесте, сын Лукреции Борджа, задумал разбить парк на крутом склоне у дворца. Проект создания парка между церковью Святого Петра и средневековыми стенами окончательно оформился к 1560 году. Автор проекта – архитектор и археолог Пиро Легорио, ранее с 1550 осуществлявший раскопки на вилле Адриана. Итак, на данном месте уже стоят различные сооружения – вилла Адриана, средневековые стены и дворец. Кстати, в дворец был переделан бывший Бенедиктинский монастырь IX века. Более подробной информации о нем я не нашел. В начале XVII века кардинал Александра приступает к обновлению парка. Работы по обновлению продолжаются вплоть до 1670 года. Таким образом, мы понимаем, что на протяжении XVII века парк облагораживают, за сооружениями и строениями следят и ухаживают. Но вдруг, об этом периоде я не нашел абсолютно никакой информации на рубеже XVII. В XVIII веков что-то происходит, и вилла переживает длительный период запустения. Собственно, что мы и видим на гравюре «Пиранези». А с учетом предыдущих гравюр «Мастера» из его многотомного издания, напрашивается вывод, что это что-то носило глобальный характер. Но так как сам мастер родился в 1720 году, то не успел застать тех событий, зато максимально детально зафиксировал их последствия. «Подожди, автор, не так все просто», — скажет кто-то, — и будет прав. Дело в том, что у Джованни Батиста есть еще одна знаменитая серия афортов, которая называется «Фантастические изображения тюрем» и являются полностью плодом воображения художника, по крайней мере, так заявляют официальные источники. Рассмотрим эти работы. Огромные помещения с арочными сводами, цепи, решетки, орудия пыток, великаны и карлики. Действительно, ничего общего с нашей реальностью. А теперь посмотрим на его работу «Марсово поле». Мастер пытался воссоздать облик Старого Рима с его античными постройками. Причем он делал карты отдельных районов Марсово поле, изображающие разные исторические периоды Древнего Рима. Времени Ромула, Тарквиниев, первых консулов, эпохи Августа. Пиранези исключил из своих работ вмешательство архитектора в других эпох, сделав акцент на античности. Или. И вот здесь вспомним о том, что он родился в семье Каменотеса, получил отличное образование, работал под руководством лучших мастеров. Переехал в Рим, получил заказ от папы Климент XIII на постройку хоров в церкви Сан-Джованни в Латерано. Работал над оформлением площади кавальери Димальто, резиденцией Мальтийского ордена, с эффектными стелами и обелисками на Авентинском холме в Риме. Перестраивал церковь Санта-Мария-дель-Приората, Санта-Мария-дель-Приората, прежде Санта-Мария-Авентина, был избран почетным членом Общества антикваров Лондона. А еще, вероятнее всего, был масоном. Слышали о такой строительной гильдии вольных каменщиков, которая как раз и возникла в середине Севентин-начале ксвеевиков и выросла в тайное общество. И если предположить последнее, тогда станет понятным, чей заказ он отрабатывал. Возможно, именно поэтому Пиранези хотел в первый том сборника «Римские древности» включить листы придуманной им карты «Марсово поле». Если катастрофы в тот период действительно никакой не было, то откуда расцвет так называемой руинной живописи? Появляются множество художников-руинистов. Они что вдруг, все разом сговорились и писали с одной кальки, в одном стиле, изображая реальную действительность совместно с плодами своей фантазии. На гравюре изображены погребальные урны, стелы, надгробия, найденные в садах виллы Корсини за порта Сан-Панкрация в Риме, район Трастевере. Существует мнение, что Пиранези использовал мотив чередования погребальных урн и стел при проектировании ограды церкви Мальтийского ордена Санта-Мария-дель-Пиарата. Эта церковь – единственное здание, построенное Пиранези. Джованни Батиста-Пиранези – приспособление для подъема больших камней Травентина, применяемых при строительстве гробницы в Сицилии Метеллы. Лист из серии «Римские древности» 1756 год, Афорт, Резец, Гми, Им, А, С, Пушкина. На гравюре Пиранези изображены металлические приспособления для подъема массивных каменных плит. Одно из них было знакомо современникам Пиранези под названием Улевела. Считалось, что о нем писал еще Витрувий в I веке Дене под названием Тональя, а в Эксвиво он был заново открыт другим архитектором – Филиппо Брунелеске. По мнению же Пиранези, инструменты Витрувия и Брунелески отличаются друг от друга и преимущество было за древним, более простым в использовании. В 1757 году Пиранези гравировал огромную карту реконструкцию Марсового поля времен поздней империи. Этот замысел был подсказан художнику античным монументальным планом Древнего Рима, высеченным на мраморных плитах при императоре Саптимии Севере в 201-211 годах. Фрагмент этого плана был обнаружен в 1562 году и хранился во времена Пиранези в Капитолийском музее. План Пиранези посвятил шотландскому архитектору Роберту Адаму, другу художника. Считается, что именно Адам убедил его начать с этой карты работу над сочинением Марсового поля, важнейшего трудомастера, который стал антологией архитектурных идей, взбудораживших воображение архитекторов вплоть до 21 века. Пиранези реконструируют плотно застроенные кварталы древнего Марсового поля с высоты птичьего полета. На гравюре представлены сохранившиеся мраморные таблички со списком римских консулов и триумфаторов от основания Рима до периода правления императора Тиберия 14-37 годов. Из надписи, высеченной на верхней плите, следует, что в древности таблички были установлены на римском форуме. Пиранези изобразил элементы ордеров, взятые из архитектурных памятников. Слева представлен антаблемент и колонна дорического ордера Театра Марцелла, возведенного на Марсовом поле императором Октавианом Августом в Риме, Рис-1. В центре композиции показана ионическая колонна из храма Фортуны Верилис на бычьем рынке, Рис-2, слева антаблемент и колонна коринфского ордера Пронаоса Пантеона, Рис-3. Помимо элементов классических ордеров, наизображены обильно украшенные колонны из раннехристианских базилик Рима Санта-Проседия и Сан-Джованни Ин-Латерана, Рис-Ивэ. 13, а также витая колонна из собора Святого Петра, по преданию привезенная императором Константином Великим из разрушенного храма Соломона в середине 1760-х годов, Пиранези много думал о творческой свободе современного архитектора. На гравюре представлен фасад здания с ионическими колоннами, атиком и куполом. К архитектурному ордеру Пиранези стал относиться очень вольно. По его мнению, элементы ордера можно видоизменять, варьировать и менять местами. А эти арки, зачем и как люди привычного нам роста, делали бы их такими огромными? Характерная особенность всех фото в том, что на них мир явно после какого-то потрясения. То ли после потопа, то ли после какой-то войны. Очевидно, что люди на фото, как будто лишились тех, на ком держался этот мир, и теперь оставшись одни, учатся жить самостоятельно. По мне так, если хорошенько покопаться, то у такой версии куда меньше загадок и противоречий, чем у официально принятой. Таких сложных произведений гений навоял великое множество. Одной человеческой жизни явно недостаточно, чтобы освоить такой массив исторических сценариев, воплощая в гравировке каждую мельчайшую деталь, включая птиц на заднем плане, летящие по небу облака, тени и трещины. Это начало 18 века, когда якобы весь мир ходил в лаптях. Сколько жизней потребуется художнику, чтобы настолько детально зафиксировать реальность, пусть даже и выдумку. Наверное, потребуется целый полк ассистентов и подмастерей. Смотрите и поражайтесь. Одна такая гравюра потребует месяцев, если не лет, кропотливого труда. Вывод напрашивается сам собой, это фотографии, не иначе. Мрачные и драматичные виды изобилуют деталями, которые сливаются в четкие конструкции строений из каменных блоков и арок, лестниц и переходов. В этом загадочном пространстве можно разглядеть даже пыточные приспособления, наводящие ужас и фигурки людей с ролями тюремщиков и узников.